всем привет дорогие друзья и мы продолжаем с вами обзоры на бренд инглизина сейчас непосредственно мы будем с вами изучать линейку кресел коляски у меня единственное получается снимать в разнобой подряд не получается поэтому сейчас пока закончим с креслами сегодня мы с вами будем изучать не знаю правильно я произношу или нет но моделька называется кабота айсайз полное название это кресло от итальянского бренда инглизина итальянцы категория с 9 месяцев до 12 лет категория 1 2 3 с 9 килограмм до 36 килограмм а если быть точно вот здесь указано четко 76-150 сантиметров роста ребенка можно эксплуатировать это кресло айсайз кстати в названии говорит что она соответствует самому высокому с на секущий момент стандарту безопасности который сейчас только существует айсайз если увидите на кресле можно смело доверять ребенка этому креслу вот и вес кстати самого кресла 13 2 килограмма друзья это не самое легкое кресло она прям прилично так весит вот но легкие кресла друзья это конечно не очень хорошо на самом деле чем она легче тем она более пустое нам нужно чтобы эта конструкция этот каркас жесткости безопасности защищал ребенка так смотрим друзья что мы здесь имеем у нас кстати еще идет такая вот фишечка которая которую я встречал бренди без сейф и бриток стример это 2-3 категорию когда мы пересаживаемся я чуть-чуть позже вам покажу накладка на ремень kit под данном случае она называется она останавливается на подколовник воде снизу и меньше травмирует сам ремень ребенка чуть позже к этому вернемся это такая фишечка которая встречается вот действительно только в трех моделях которые я только видел в комплекте также будут пяти направляющие для изофикса потому что изофикс в автомобилях разный бывает и иногда изофикс уже сразу выведены отверстия с пластиковыми заглушками а иногда он там в глубине и нужно нащупывать и вот тогда вот эти направляющие друзья очень помогает потому что когда мы вставим их у нас уже бывает такое готовое отверстие под изофикс просто вставляем и все очень полезная вещь таких автомобилях так собственно друзья давайте взглянем на него крепится она исключительно на изофикс здесь нет возможности пристегнуть его отдельно только ремнем можно только если в 2-3 категории уже когда ребенок перейдет вместе с ребенком пристегивается штатным ремнем можно только в том случае сначала сначала только изофикс крепление мы сейчас позже вернемся вот якорный ремень как раз сейчас я хочу показать вам это кресло как она выглядит что здесь за вкладыши и кстати хочу сразу подметить очень качественные материалы использует бренд и в этом ценовом диапазоне это очень круто круто на самом деле потому что вот такие материалы например у немцев начинаются в каких-то более дорогих линейках выделенных скажем так даже не называются по-другому вот это очень хорошие материалы и тактильно приятно знаете как вот и мебель бывает такая мешка как мешок такой знаете может грубо звучит на такая ткань мне очень нравится она уютная мягкая приятная и я люблю вот такие материалы смотрите для маленького ребеночка девяти месячного у нас здесь есть такой вот вкладыш вкладыш у инглезины очень хорошего качества бывает всегда и он как бутерброд он модульный вот видите пока ребенок совсем маленький мы его так его используем потому что ребенку нужна хорошая фиксация и голова и торс должен быть хорошо зафиксирован по бокам чтобы меньше он двигался по мере роста ребенка мы можем потихонечку разъединять этот весь вкладыш по частям вот здесь голову освободили отлично чувствуем что в плечах уже подрос ребенок в ширине нужно освободить место берем спокойненько и демонтируем вот эти боковушки все можно ездить так потом можно снять и этот вкладыш ведь он дышащий перфорированный и убираем у нас получается с вами куча места для уже подросшего ребеночка до полутора метра вся эта конструкция поднимается пока ребенок маленький естественно пятиточечные ремни у нас без вариантов только так кстати регулировать ремешок можно нажимаем кнопочку и тянем непосредственно так за ремень если будете вот здесь вот так одновременно тянуть ничего не вылезет поэтому только вот так натянули и вот так это можно сделать а то многие часто тянут вот здесь и думаю что он там не едет он и не должен на самом деле вот собственно вот так мы пристегиваем пятиточечными ремнями малыша потом когда до 100 сантиметров дорастает ребенок нам нужно его пристегнуть уже автомобильным ремнем ремни убираются и вход идет уже автомобильный взрослый ремень сейчас я сразу покажу в подголовнике есть направляющий если его нащупая так вот он там сзади просовывается вот непосредственно давайте так просто застегиваем держите в вот эти ремни уже считаете что демонтированы и ребенок пристегнут именно автомобильным ремнем и в этом случае уже нам понадобится вот эта накладочка она у нас за это же направляющий крепится вот здесь и что мы имеем вот так у нас будет проходить автомобильный ремень и при дтп вот эта накладочка она очень сильно помогает чтобы сам ремень не травмировал плечевую зону ребенка это очень полезная вещь на самом деле мне непонятно почему бренды все так не делают это это реально рабочая штука вот ну дело их как говорится бизнес наверное невыгодно не знаю в общем вот так мы пристегиваем взрослого ребеночка подросшего и если вдруг нет изофикса мы просто поставили его также пристегнули а если изофикс у нас есть а он у нас должен быть в девяносто девяти процентах автомобилей он есть на самом деле не проблема с этим сейчас вытащу ремешочек так давайте теперь я вам покажу изначально с коробки кресло идет заглушками нам нужно его убрать я имею заглушку убрать это транспортировочная заглушка чтобы не царапал ничего изофикса вот дальше у нас получается нужно сейчас . вытащу изофикс что мне нравится этой модели он вырегулируется каждый отдельно мы защелкиваем обязательно очень важный момент когда защелкните вы увидите зеленую индикацию сверху и говорящую о том что кресло установлено и можно ехать но не забываем что полноценно мы его можем установить только после того как якорный ремень вот видите это моток ремня он это запас длины нашего якорного ремня автомобили разные вот и все вот и якорный ремень находится тоже по-разному соответственно нам нужно за сказать эту скобку если у вас седан за подголовником быть скобка если другой кузов где-то на сиденье нам нужно это все дело защелкнуть натянуть чтобы все это придавилось и тогда будет нас нижняя точка крепления и верхней обязательно должно быть 2 и тогда вы спокойно можете ехать друзья вот и чаще я хотел добавить по материалу помимо того что он классный мне он нравится кстати очень мягкая все и каркас кстати дышащие друзья вот и меньше будет приедет ребенок летом по поводу ткани стирайте ткань до 30 градусов обязательно и желательно вручную я думаю раз там в годик это несложно сделать потому что если ткань сядет ее обратно уже сюда дети это просто нереально и это не гарантия вам тут по гарантии не помогут вот и все собственно не знаю все принципе рассказал что хотел рассказать добавить мне уже нечего и я считаю что вот инглизина это для меня новый бренд в креслах я особо раньше никогда с ним не сталкивался но то что вижу мне очень нравится на самом деле я как бы раньше не сталкивался и никакого мнения у меня не было сейчас же я могу смело сказать что очень добротные кресла хороший такой средний плюс класс которым вы получаете материалы даже выше классом который обычно дает кресла и почему бы не рассмотреть такой себе вариант с такой тканью это прям класс в общем друзья вопросы есть задавайте в комментарии ссылка внизу на мир автокресел будет в описании к видео вам удачи дорогах всем пока